Женек, вылезай из палатки! Санарайкинг, картошки ничпуль? Меня зовут Илья. Так получилось, что я стал тревел-блогером, хотя я не планировал этого. Пришел я к этому через фотографию. Я очень любил фотографию. Фотографии именно природы, пейзажи. Начинал просто с обычного телефона. Выходил в Ленобласти, фотографировал лица, Финский залив, поехал в Карелию, озера поснимал. Потом поехал в Финляндию поближе, в Эстонию. А потом я поехал в Узбекистан. Я просто родился там, так получилось. И я поехал туда делать документы, потому что у меня гражданство Узбекистана было. Поехал туда делать документы. И на Узбекистан взглянул немного по другим ракурсам. Увидел колорит там, что-то интересное. Начал про это снимать, рассказывать людям в Инстаграме. Тогда Инстаграм появился. И мне тогда мои бывшие коллеги пишут, ты что, тревел-блогером стал? Я такой, ну, наверное, не знаю. Собственно, так и получилось со временем. Я все больше и больше увлекался фотографией. Покупал камеры одна, другая. Аудитория росла. И стал тревел-блогером. Получается так. Я закончил школу в Узбекистане. Понял, что дальше куда-то надо двигаться, чтобы развиваться, чего-то достигать. И мой взор пал на Петербург. Ну, я потому что крутился в такой творческой музыкальной тусовке. И Петербург – это столица музыки и вообще всего творчества. Я подумал, ну, классно. Я знаю русский. Надо ехать туда. И, собственно, я переехал в Петербург в 2009 году. Не закончил там университет. Занимался всем подряд. Но меня всегда привлекало именно связанное что-то с рекламой. Первое. И второе – с визуалом. Я любил всякие видосики снимать, фотографировать. И как-то, наверное, это и совпало. Продвижение себя в плане как блогера, такой некий маркетинг, SMM. В тот момент тогда не было понятия, что такое SMM. Плюс съемка. Все это вывело в то, что появилось сейчас. – Если говорить, в принципе, про тревел-блогерство, то, знаешь, здесь очень объемные задачи ты должен выполнять. Ты должен и монтировать, сидеть неделями, и писать сценарий, и общаться с людьми, и ехать, составлять маршрут, выбирать интересные места. Но если говорить именно про путешествия, давай так. Чем должен обладать человек, чтобы отправиться в путешествие, именно в интересное путешествие. Как по мне, он не должен бояться каких-то непредвиденных обстоятельств. Потому что все в путешествиях меняется. Всегда какая-то некая спонтанность. Вот эту спонтанность нельзя бояться. Многие люди боятся этого. А потом он должен обладать, наверное, некой любовью к другим людям. Потому что ты, когда путешествуешь, ты ездишь в разные страны, встречаешься с разными культурами, которые могут быть даже не близки к тебе. Но ты должен как-то входить в положение, понимать, что эта страна – это их культура. И ты должен как-то вот с распростертыми, не знаю, сердцем внутри к ним обращаться. Чтобы как-то вот внедряться туда и прочувствовать именно свое путешествие. И тем более еще привнести это через фотографии или через видео, показать это другим. Ну, то есть как-то заинтересовать людей тем или иным направлением. Достаточно часто сталкиваюсь с тем, что когда ты заходишь куда-то и ты с камерой, или там оператор твой с камерой, у людей сразу такой ступор. Мы сталкивались даже с этим, когда заходили в автосервис и так далее. И нужно как-то уметь вот этого человека расположить к себе. Ты должен к нему как-то подойти, пообщаться. Ну, как-то сделать так, чтобы он был не против. И мне кажется, тоже надо уметь это делать. Чего точно нельзя делать в путешествиях, так это, наверное, лезть в чужой огород со своим уставом. Например, когда люди приезжают из Москвы в какой-либо там регион, на тот же Кавказ, они могут столкнуться с непониманием местных людей. То, как они выглядят одеты, или их поведение. И мне кажется, стоит, когда ты находишься в путешествии, прислушиваться к тем или иным людям, которые находятся там, то есть к местным. А не лезть вот со своим уставом и доказывать, что я свободный человек, я приехал сюда, я что хочу, то и делаю, это я заплатил. Поэтому, мне кажется, вот человек должен уметь подстраиваться. Я не из тех, кто считает страны. Я вообще никогда этого не делал. И я даже не знаю, ну, сколько я их посетил. Ну, примерно, знаешь, так я примерно представляю. Там, ну, наверное, около 50 стран, где я бывал. Мне нравится возвращаться в те места, которые мне очень понравились. Поэтому я, например, в ту же самую Норвегию ездил раз семь или восемь. Потому что, ну, мне нравится там, мне нравится атмосфера, мне нравится природа. И я с радостью туда возвращаюсь. С радостью возвращаюсь на Дальний Восток. Мне очень нравится там, на Дальнем Востоке. Я много раз был в Пермском крае, потому что, ну, мне нравится там. И поэтому вот у меня нет такого, что что-то вот взять и там составить список, свое эго, показать, что я побывал везде, я залез в любую точку мира. Еще момент, наверное, в том, что изначально я как фотограф, меня не тянет, знаешь, вот постоянно какие-то новые места. А меня больше тянут какие-то поймать новые моменты даже в том же самом месте. То есть, когда ты приедешь, например, на рассвете или на закате, или в грозу, то есть одно и то же место, оно может выглядеть по-другому. И поэтому вот из такого прошлого, своего фото прошлого, я любил возвращаться в те же самые места, чтобы запечатлеть его там в разное время года. Например, там Лафотенские острова. Я там был осенью. Вообще офигенно. Был зимой, когда там и северное сияние, и снег, и был летом. И в разное время года эти места, они абсолютно по-разному смотрятся. Но при этом они там каждый раз, они кайфовые и вдохновляют меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня жена, кстати, меня всегда водила куда-нибудь. У нас появился второй ребенок, и я понял, что без прав вообще не вариант. Она мне сказала, ничего я не знаю, но ты должен за мной в роддом приехать на автомобиле сам. Я получил права за... Получается, она родила, и на следующий день я получил права. И первый раз я один ехал на машине в роддом, чтобы забрать свою жену. Вот. И через неделю после того, как ее забрал, я взял машину, я поехал на ней в Норвегию из Москвы. То есть у меня там две недели права, а я уже на ней, короче, мчу в Норвегию. Вот с тех пор я понял вот прямо вот в этот же сразу же момент, я понял, насколько же кайфово, когда у тебя есть автомобиль, и ты можешь просто вот выбрать точку на карте, сесть и поехать. И вот с тех пор для меня это вот самые мои любимые путешествия, они связаны с автомобилем. Еще огромный плюс в автомобиле, потому что ты едешь, и ты можешь остановиться в любом месте, которое тебе понравилось. Ты не привязан к каким-то туристическим точкам, когда ты едешь там на автобусе, и вас везут там толпой от одного места до другого, а ты просто вот в такой полной свободе едешь, останавливаешься, фотографируешь, снимаешь. И мне кажется, вот это самый основной плюс в автопутешествиях, такая полная свобода, когда ты реально ни к чему не привязан, а вот только ты, твой руль и заправки. Ну, может, еще к заправкам привязаны. Ну, мне кажется, это вот самое крутое в путешествиях. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМОМ ЯЗЫКЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так получилось, что я начал путешествовать по России еще до пандемии, до закрытия всех границ. И когда это случилось, границы закрылись, для меня это не стало каким-то, знаешь, сюрпризом, удивлением в плане того, что я останусь без путешествий. Я все равно найду, куда поехать, потому что Россия, во-первых, огромная. Здесь много разного типа природы. То есть захотел, поехал на Дальний Восток, где есть океан, обрывистые скалы, вулканы. Я захотел, поехал на Урал, где самые старые горы, на Кавказ, где молодые горы, высокие, снежные пики. Ну, то есть я в любом случае понял, что не смогу остаться без путешествий. И, наверное, тоже можно сказать неким мифом, что никуда нельзя уехать. Мы буквально недавно приехали с Намибии. Можно поехать в какие-нибудь арабские страны. Даже то же самое через Стамбул. Есть хаб, ты можешь улететь в любую точку мира. Ну, то есть, мне кажется, люди зачастую делают ограничения у себя в голове. Вот путешествие, это так дорого. Сначала они говорили, потом они говорят, а теперь путешествовать практически невозможно. Но на самом деле путешествие начинается, как я сказал, к путешествиям я пришел просто в родной Ленобласти. Я вышел поснимать лес, вышел поснимать Финский залив. И для меня это уже некое путешествие. Я поехал на родину Узбекистана, и для меня это было уже путешествие. Поэтому мне кажется, я так часто говорю практически в каждом выпуске у себя, что путешественник, он на самом деле живет внутри тебя. Можно путешествовать, просто вот выйдя в свой город, и ты, знаешь, под другим взглядом смотришь на него, ищешь что-то красивое, изучаешь историю, изучаешь архитектуру, выезжаешь за пределы города, изучаешь природу. И вот это все, оно и рождает в тебе некого путешественника. Дорого это или нет, путешествия есть разные. Ты можешь делать более дешевые путешествия рядом со своим домом, по родному региону. Можно сесть на машину, сделать подороже, уехать на Кавказ или уехать куда-то еще дальше. Да, оно будет дороже, но ты просто смотришь на свои возможности. Можешь ты поехать туда или не можешь. Но самое главное, мне кажется, это, как я уже сказал, как ты себя чувствуешь. Ты должен получать некое удовольствие в приключениях. Ты едешь куда-то, разбиваешь палаточку или арендуешь какой-то отель, но при этом ты кайфуешь от вот этих таких моментов в путешествии. Поэтому дорого это или дешево, это не важно. Самое яркое, волнительное, страшное путешествие у меня состоялось в России. Это было в Якутии. И это было зимой. Там было минус 54. И мы жили в палатке. Ну, у нас была буржуйка внутри, которая просто... Ты ложишься спать, она через час тухнет. У тебя в палатке становится просто как на улице. И я почему-то, когда туда и доехал, я не думал, что будет настолько волнительно, страшно и впечатляюще. Вокруг лес, лиственницы, палатка. И мы вместе с оленеводами живем вместе. Мы жили целую неделю. Было очень холодно, прям нереально холодно. Самое сложное было для меня первую ночь в палатке, потому что я проснулся, и я понял, что у нас потухла печка, полнейший дубак. Рядом стояла бутылка с водой, она стала просто ледяной. Просто покрыталась полностью льдом. Но при этом, когда эта неделя закончилась, мы сняли какую-то комнатку в местном городке, Уснера, по-моему, называется. Такая, знаешь, самая обычная комнатка. Я стоял, зашел в ванну, поливал себя горячим душем. С меня стекала черная вода, потому что я просто прокоптился за всю эту неделю. Я получил такое наслаждение, как я не знаю, я нигде такого не получал. Ни в одном горячем источнике на Камчатке, в Исландии или на Северных Курилах. Я вот стоял просто в убитой какой-то в ванне, с меня стекает черная вода. Я такой думаю, вот это кайф, вот это наслаждение в жизни. Поэтому, да, самое впечатляющее путешествие у меня было там. КОНЕЦ Когда предстояло вот это путешествие на вот этом автомобиле, сначала было такое волнение внутри. Я понимаю, что за подобный автомобиль я последний раз садился в начале двухтысячных, когда у папы брал его шестерку. И я не понимал, что нас ждет с ней. Но я понимал, что вот эта машина, с ней будет очень круто именно здесь, на Кавказе. И поэтому вот это преодоление там 1600 километров по асфальту, от Москвы до Кисловодска, оно как-то вот скрашивается вот этим ожиданием, которое ждет меня на Кавказе. Ну, на самом деле, буквально ты сел в машину, включил, привык, вспомнил, как это делается, поработал ногами, руками. И нормально, по трассе единственная сложность, конечно, то, что это некий шум в автомобиле, потому что шумоизоляция желает оставлять лучшего. Скорость автомобиля, потому что я привык там по трассе ехать, ну, минимум там 130 ты едешь, поставил круиз-контроль, сел и едешь спокойно. Здесь же ты всегда должен быть на чеку, ты всегда держишь руль, никакого адаптивного круиз-контроля, который затормозит тебе перед другой машиной впереди. Скорость примерно 90 километров в час, 80-90, ну, 100. Это немного удлинило наше путешествие, но когда мы въехали на грунтовку, когда мы заехали сразу же в горы, ты понимаешь, ради чего ты терпел все эти километры. И, ну, и кайф же. Смотри, какая она красивая, стоит сзади. Да, на ладошке вот так вот получается. Да, на ладошке вот так вот получается. Кстати, я сказал мы не просто так, потому что мы проехали этот путь вместе с моим другом Женьком. Это мой друг, он же мой оператор. Ему уже плотно год вместе работаем. Мы с ним познакомились как раз на съемках на Камчатке. Мы там вместе снимали прикольный выпуск про то, как мы катались на сноубордах, летали на холески. Ну, в общем, было классно. И, собственно, там мы с Женьком познакомились. И с тех пор мы очень много вместе с ним тоже проехали километров на автомобилях. И когда я ему сказал, что Женек есть возможность поехать на вот этом автомобиле, он сказал, что все, я еду без проблем сразу же. Поэтому мы ехали вместе, нам было весело. Потому что в путешествиях для меня тоже, кстати, важно ездить с кем-то. Мне очень скучно одному, я вообще не одиночка. И поэтому я всегда еду либо с компанией, либо с другом каким-нибудь. Мы решили ехать очень быстро. Мы решили проскочить все скучные места. Ну, максимально быстро, насколько это можно. 80-90 километров в час. Но мы не останавливались ни на какие ночевки. И 1600 километров просто ехали, меняя друг друга. То ехал Женек, потом он спал, я садился за руль. Я ехал, потом опять я спал. И мы проехали буквально там за, наверное, 21 час. С учетом там обедов, заправок и так далее. Когда мы доехали до гор, первая наша точка, которую мы очень хотели посетить, это плато Бермамы. Но мы даже не ожидали, насколько в данный сезон там очень плохо с проходимостью. Там просто отсутствие дорог. Полное отсутствие. Земля была мокрой, вот эта грязь, пошел снег. Также были остатки снега, которые еще не растаяли. И все это Нива преодолела. Ну, мы, конечно, не без поломок оттуда уехали. И так даже получилось, что у нас был второй автомобиль, в котором сидели операторы. Пришлось оставить автомобиль, пересесть всем вот в этот. И мы пятером, пятером забрались на плато. И это было очень сложно. Честно говоря, когда мы сидели в автомобиле, мы ехали. И каждый из нас думал, да не может быть, почему она дальше едет. Да она сейчас встанет. Да нет, да невозможно. Давай не поедем. Давай остановимся. Давай развернемся. Нет, она все едет, едет, едет. Это был какой-то просто шок. Кто-то-то даже за рулем, я не помню, кто из операторов, крикнул. Я хочу эту машину! Ну, потому что, на самом деле, то, как она ехала, то, через что она проехала, для меня это шок. Я лично сам никогда не водил автомобиль в таких условиях. Круто? Я был удивлен. Я думаю, видно, что данная Нива, она не в стоке. Ее переделали. И проект «Теперь идеальный» не просто так называется. Потому что она и правда идеальная стала. Что в ней изменилось? В ней добавили много света. Теперь есть свет прямо по кругу. И спереди, и сбоку, и сзади. Со всех сторон в ней появились большие арки для колес. Сама машина стала гораздо выше как раз для того, чтобы мы могли проходить все вот эти моменты. И она проходит. Также здесь появилась палатка на крыше. Для того, чтобы ты мог забраться на самый верх, раскрыть там палаточку, переночевать, встретить рассвет. И причем в этой палатке, кстати, еще вот такой толстенный матрас. То есть это настоящий комфорт. Когда ты туда залезаешь, ложишься и не спишь на неровной земле, а спишь с комфортом. Также зубастая резина, задняя блокировка. Много всяких дополнительных аксессуаров, которые тебе помогут в путешествии. Хайджек, лопата, топор, приделанный в багажнике. Там есть холодильник в багажнике. И что у нас еще там? Шноркель. Чтобы заезжать по самое не хочу. Если говорить про мои любимые места в России, давай я так больше обобщу. Я очень люблю Дальний Восток, потому что та природа, которая на Дальнем Востоке, это максимально уникальная природа. Там и животный мир уникальный, и растения. Ну вот прям все. Потому что океан, скалы, там безумно красиво. Также я очень люблю Урал. Мне нравится Пермский край. Я вот прям обожаю Урал. И я люблю Север, Кольский полуостров. Например, он мне напоминает те же самые норвежские пейзажи. Если говорить про Камчатку, это хорошая, очень хорошая альтернатива Исландии. Вулканы, океан, все так же, так же есть. При этом на Камчатке считаются самые красивые вулканы в мире, потому что они ровной формы, такой конуснообразный. Зачастую у людей есть представление о вулканах, что они всегда такие красивые, вот такие ровненькие. Но в той же Исландии они больше похожи на такие холмы уральские. Поэтому на Камчатке это супер эпично. Если говорить, например, про Урал и мой любимый Пермский край, то мне это напоминало Лапландию. Лапландия, она такая тоже немного гористая. Особенно зимой, когда я был в Лапландии, и потом я оказался в Пермском крае, то это обалдеть как похоже. Огромное количество снега, выпавшее на елки, свисавшее, которое похоже больше на неких динозавров, таких застывших. Это можно увидеть и на Кольском полуострове, там село Кандалакша есть, и в Пермском крае, и в той же самой Лапландии, Финляндии. Ну, можно у себя дома найти очень классные альтернативы, даже если ты не можешь никуда уехать, в природе, в различной культуре. В России представь, сколько различных национальностей и культур живет. Ты приехал на Кавказ, здесь может быть и другой язык, и другая еда. Поехал, не знаю, в Якутию, тоже другие люди, другая национальность, другая еда, Бурятия и так далее. То есть можно очень много всего интересного находить, не выезжая за пределы страны. У меня есть друг, он тоже тревел-блогер. И такая у него есть любимая фраза, больше всего в путешествиях я люблю возвращаться домой. Ну, я правда тоже очень люблю в путешествиях возвращаться домой, потому что у меня есть семья, мне нравится иметь то место, где меня ждут, вот этот уют. Даже когда мы вместе с семьей куда-то путешествуем, нам очень кайфово возвращаться в то место, где мы можем переждать время до другого путешествия. И, как мне кажется, самое классное, это вот такой симбиоз, когда ты можешь иметь и свой дом, где ты ожидаешь, получаешь эту эмоцию от ожидания какого-то будущего путешествия. И также в путешествии прям желание классное вернуться домой. И когда вот это все вместе, оно такое вот работает, вот это идеально. Вот теперь идеально. Субтитры создавал DimaTorzok